здравствуйте друзья сегодня у нас 10 до 10 до сегодня у нас вебинар он будет 16 по москве а так как еще день то я сейчас возьму и запишу еще одно кино старый волк есть чем поделиться обычный очередной обход по саду а дальше как тот чукча я такой чукча есть садовый не зря с пределением говорят какой-то металлург я как чукча что вижу о том пою ну давайте посмотрим повторяю о том пою боксерская груша молодости меня много били ну что я сделал пошел заниматься боксом бить перестали правда я никого не бью даже получил менее что я делаю себе два года каждый день я наношу 200 ударов причем удары такие получаются особенно когда сто сто пятьдесят раз ударишь получается такие удары что если один раз дали что 2 уже и не нужен будет в реальном бою в реальной драке вот тоже самое вам советую это должен делать любой мальчишка любой парень любой мужчина возрастом до 100 лет потому что это умение еще никому не мешало второй момент который отрабатываю на своих внуках это блоки вот есть тот кто первый ударил я показывал ногу наноси мне удар ставлю блок ты первый ударил ты уже проиграл вот это второе умение и на этом все учитывая возраст плюс большие прогулки по абсолютно пустого стадиона вот они много тренажеров дорожки все очень удобно прокат работает когда полстая никто ничего не берет на прокат даже велосипеды но я еще держусь и делюсь своими сомнениями своими тревогами ну теперь возвращаемся в сад давайте по порядку что мы тут увидим сразу так черный абрикос вот он знаете о чем это ленточка напоминание что здесь есть очень ценная прививка ну про прививки мы будем другой раз ну я видна отсюда но это черный абрикос видите есть и мертвая прививка не каждая прививка в радость вот нужен ли он вам я думаю нужен просто полтора-два метра они будут срезаны у меня много темных абрикосов искалечу дерево но надо делиться и вы должны делиться своими деньгами скажите тут не два метра давайте проверим вот где моя рука это 0 метр ой-ой-ой да два метра ладно смотрим дальше вот это вот то что сразу бросается в глаза прививка прививка сливы венгерки на абрикосе на второй год результат придется ему не сладко абсолютно не сладко потому что неполная биологическая вместимость пусть у меня таких в этом году гадалось 4 прививки которые уже с плодами то есть как бы удача но нет вот это единственное которое посмотрите вот это вот место уже мертвое практически видите раз и вот это вот два но вот здесь если отрезать до осенью никогда только весной весной вот здесь буду отрезать вот здесь весной отрежу здесь вот и вот эта ветка цела и я надеюсь что будет иметь продолжение теперь если бы это мой вам совет один из советов не вздумайте вот это все опрыскивать не бегайте по магазинам не тратьте деньги нет не травите ни себя не почву то что вы увидели если бы я вот это сделал виде отдельной фотографии просто взял вот отсюда и выше сделал фотографию и вот это бы разместил в интернете на крупнейших сайтах где по 500 тысяч просмотров по миллиону участников и даже больше и обязательно бы на них обрушилась бы вся любовь вся такая страшная любовь вот что сами бы отравились дерево отравили червей бы отравили все вы отравили вот этого делать никогда и надо тогда вы скажете в чем причина что надо делать кроме того что отрезать вот эту часть которая уже это не болезнь нет я все скажу что такое это неполная биологическая совместимость вот место прививки вот видите я тут несколько штучек сил вот они живенькие а некоторые сразу начали как называется мумифицироваться это уже не порядок это неполная биологическая совместимость теперь есть что и предстоит судьба или жить дальше или умереть возможно умереть возможно так как она не полноценно вот отсюда даже мертвая зимой она замерзнет бог с ней у меня еще много таких поняли да никаких действий не надо просто ждать повторяю неполная биологическая совместимость вместе прививки идем дальше все что вижу о том пою вот это вот прививка вот самом низу чуть выше вот этой зелени чуть чуть выше и получилось так что обе почки пошли вверх видите обе получилось две ветки мне постоянно задают вопрос присылаю такие фотографии в панике отрезать одну где отрезать отрезать и вообще смотрите два сямских близнеца видите я не отрезал обе культурные почему потому что я это уже проверил вот они видите они уже плодоносили если бы на этой правой было бы крупные плоды а это я назвал супер королевский потому что самые крупные плоды именно на нем тут тоже бывают различия на 1 1 меньше вон королевский с листьями и не первый раз показываю у него свои особенности вот королевский лист бросил но не знаю вот просто у него а именно особенность это не болезнь просто сегодня уже 10 октября была неделя на ночью минус 3 минус 5 минус 7 минус 7 минус 6 минус 5 и вот тогда он сбросил листву и вот получается так если бы вот эта веточка которая левее вылезла бы снизу так тоже бывает снизу то есть подвойная я бы я тоже не трогал и давайте я тогда эту тему продолжу на других но так получилось что я уже проверил обоих очень крупные плоды пойдем дальше ну походу что я могу показать вот здесь посеяно 100 штук косточек который называется персик касанский годом раньше весной были посеяны персики ну дичайшая засуха поливать уже руки опустил не плевал вот два вы видите несколько выкопано продано а два и сам которые пожиже похоже остаются и применяю такое слово навсегда гадал-гадал продавать не подай ах вы не купили вот потом подумал а не буду их продавать и просто подойдут сеянцы они непривитые положу их на бок и пусть сидят а нет не так сделаю картонными коробками накрою сверху и сбоку вот и пусть теперь остаются навсегда сказал я сам себе мы идем дальше я отвлекся от той темы которая называется по двое выше ниже давайте от далеко ходить не будем а вот я присяду ногах правды нет мы это не смотрите это скорлупа манжурских орехов вот я сейчас кинул машину знаете что я кинул машину этот самый хороший подобрал хорошие бревнышко вот тополь отпиленный с двух сторон я теперь буду на нем раскалывать манжурские орехи есть девать них некуда продать такое количество не могу вот и тогда я решил их кушать да у них очень мало мякоти по совету с этим с по сравнению с грецким грецкий вкуснейших слов слов нет с украины мне вновь присылали прям целую допустим родственники целая этот самая посылку и мы съедали за несколько дней такой вкус небо хорошая них то это как по себе авитаминоз нарезы у нас бывало не хватало даже лука с чесноком вот я же говорю о экзотических овощах для нас даже помню нарезки яблоки были экзотикой и вот тогда я подумал открыл литературы что я вижу то чего я знать не знаю не обязан знать настолько насыщены мякоть именно маньчжурского ореха дикого пусть там мало мякоти что ее даже надо ограничивать в еде это когда величайшее ценнейшее качество могут стать отравы 50 сильно много есть а также как змеи яд можно отравиться мой можем умереть от него можно лечиться им так и тут то есть в день два-три орешка плюс 45 орешков маньчжурского абрикоса и это будет моя аптека 3 я вам показывал грушу нужно держать себя в форме четвертое это у меня то что я применяю регулярно слава богу клуб моржей сауна из фитобочкой моим услугам 100 200 рублей за один заход а это каждые три дня вот она здоровье и есть вот это есть моя аптека теперь это у меня навеяло то что я показал скорлупу она тоже ценность имеет когда зеленая но мы это она уже не зеленая поэтому говорить об этом не будем итак продолжаю смотрите внимательно перед вами не просто абрикос перед вами абрикос привитый родом из горшонской области бриславский район украина оттуда его привез плоды получились мельче ожидаемых в три раза но настолько вкусные чему обязан что такое мелкий а черт то есть скорее всего по двое виноват а вот он и по двое прошло время вот когда-то ему с обламывал появляются рубки веточки ниже прививки потом у себя рос-рос и вдруг ему не так много лет знаете я участок купил пятнадцатом году а этот посадил и то ли привел на место то ли посадил годовалом привитым получается шестнадцатом году вот рос он но все это вон смотрите туда в небо довольно росло но тем не менее я боялся что он просто замерзнет замерзать он не стал вот но прошло время я с него начал брать черенки вон видите зелень я вот не вставать лень вот прививки видите прививка это тоже отрезал вот зелененькая это я отрезал на черенки на прививку так и тогда когда вот тут начинаешь резать снизу появляются дополнительные ветки от этого никуда те кто нас учат уничтожать деревья я не придумали особенно теряется как один их 9 видов веток якобы не нужно дереву они не знаю все любой из них отрежь выносится вот такой вот их тоже теперь надо резать и открывая один секрет из секретов если вы а у меня такие фотографии есть я сегодня покажу на вебинаре 7 10 октября если вот эту вот веточку она поневоле верху отрезал